мастерская блокаут поэзии мы тренируем свой литературный вкус что первое приходит на ум темнота отсутствие света чашков прости не знаю как перевести для чего и лучше промолчать чем сказать слишком много мне это русский язык да это правда но начинайте с того что любите больше всего мастерская блокаут поэзии ну вот если говорить о слове блокаут то что первое приходит на ум темнота отсутствие света и больше применимо как-то наверное многие люди знают это как темнота в комнате удобно а вот если применить к поэзии блокаут в поэзии до блокаут в поэзии это уникальная техника которая позволяет нам работать с уже известными текстами зачеркивая какие-то лишние слова и оставляет только те слова которые собираются в другие фразы и эти фразы абсолютно могут быть никак не связаны с первоначальным текстом вообще эта история блокаут поэзии и еще называют найденная поэзия или поэзия вычеркиваний она возникла не так давно 10-15 лет назад когда один американский автор читал каждый день нью-йорк таймс он вычеркивал оттуда какие-то слова и оставлял черновики для своих новых произведений он понял что этот метод очень полезен для писателя поскольку писатель всегда находится в поиске новых слов но потом взглянув на эти черновики он понял что они сами по себе представляют отдельный вид искусства но в россии очень многие поэты пользовались какими-то техниками блокаут поэзии еще до того как она так называлась вообще была как бы изобретена например пригов это известный наш художник-концептуалист который по-разному работал со словами оставлял какие-то пробелы и пропуски у нас есть андрей черкасов это тоже художник и поэт который работает с вычеркиванием лишних слов он берет целые энциклопедии и оставляет буквально два-три слова поэтому для чего вопрос резон и для чего это нужно для чего нужно вычеркивать слова из текста чтобы что чтобы во-первых побороть страх перед чем перед чистым листом я думаю что многие люди наверное даже те кто учили школе всегда сталкивались этим страхом пустоты белого листа когда ты сидишь тебе нужно написать сочинение может быть ты решил написать какое-то стихотворение или чем-то поделиться и иногда вот этот процесс придумывания новых слов придумывания новых смыслов он бывает сложен и пугающий но блокаут поэзия она еще и терапевтическая поскольку мы как будто бы не придумываем ничего нового мы берем уже готовые слова их определенным образом собираем но на самом деле мы выступаем авторами и внимательными читателями готового текста и чем больше мы практикуемся в блокаут поэзии тем больше мы верим себя как в авторах чем она вас привлекла я вообще всегда смотрю что происходит нового в филологии но блокаут поэзии это не какая-то супер новая теория и и и поэзия и работа со словом и интересные художественные решения я например люблю рисовать но в отличие от филологии непрофессиональный художник но мне кажется что вот всегда на стыке разных искусств проще создать что-то интересное новое и как-то под новым углом посмотреть на привычные ну вот хорошо художники писатели а кому еще это может быть полезно если вы говорите что и детям и взрослым а вот кому в частности это может это может заинтересовать я могу сказать что к нам на мастерскую поэзии приходил blackout поэзии приходят и взрослые и дети и каждый находит что-то свое например в начале занятия мы задаем актуальный вопрос который нас беспокоит это может быть любой вопрос никто о нем до конца мастерской не узнает а затем мы начинаем работать с текстом выделять какие-то слова появляются фразы и концу занятия каждый понимает что его стихотворение отчасти стало ответом на этот вопрос то есть эта возможность разгрузить свой мозг потому что слишком много информации человек 21 века потребляет и кажется что этот информационный шум он иногда мешает нам ясно мыслить это может быть такая арт медитация вам не обязательно быть поэтом писателем или художником но если вы хотите навести какой-то порядок в голове или достичь гармонии можно и нужно приходить на эти мастерские а какие тексты подходят для вычеркивания мы работаем с русской классикой разного периода и например на прошлом занятии мы брали тексты бродского его эссе и бунина и это два таких наверное важных автора которые отличаются изысканностью текста блестящей стилистикой кроме того мы пробовали то есть помимо того что помимо того что я в мастерской веду вот этот формат мы еще с детьми во второй школе очень часто работаем этой методикой и мы пытались брать например лермонтова пушкина поэтов серебряного века и интересно что пушкин для блэкаут поэзии вообще не подходит почему это русский язык да это правда но у пушкина каждое слово стоит в такой точности на своем месте и невозможно вычеркнуть лишнее то есть там нет лишнего особенно если вы читаете повести белкина это кстати тоже хороший метод на уроках литературы для вдумчивого читателя посмотреть а могу ли я это слово куда-то выкинуть без него ничего не получается и пушкина все компактно все на своем месте все очень уместно и это тоже мы понимаем взаимодействуя то есть это двусторонний процесс мы исследуем тексты мы исследуем себя и мы находим ответы на важные вопросы которые связаны и с литературой с нашим внутренним миром это очень увлекательно это поэзия которая не обязательно должна содержать ифму поскольку сейчас виды на и поэзия да она это может быть белый стих это может быть монастих и собственно это то что знакомит нас с новыми формами например стихотворение которое выглядит вот так в темноте видишь память это было стихотворение дмитрия александровича прыгова как раз одного из главного родоначальника концептуализма и вот той поэзии который мы сейчас называем найденной или blackout там и мне кажется что это тоже важно мы тренируем свой литературный вкус и мы уже привыкаем к определенному слогу и мы можем понимать как язык изменялся в течение времени и почему он так изменялся это наталкивает на многие вопросы и подумать о том как меняется язык сегодня например а северных стать писатели пробовали вот с северными писателями мы пока не пробовали работать но хотелось бы мы работаем с ними немножко в другом направлении когда нужно сравнивать два мира допустим на уроках литературы это случается вот но в blackout поэзии пока не пробовали потому что там есть некоторая специфика вот как у пушкина пушкина большое разнообразие слов а допустим в ненецком языке там же есть особенные правила до коренные народы они очень сакрально относятся к слову потому что слово сказанное это нечто что несет очень большое значение поэтому очень выборочное обращение со словом и лучше промолчать чем сказать слишком много поэтому там со словом и так уже там какая-то внутренняя blackout поэзия происходит то есть лишнего не выдается есть такие сообщества и самое главное что такое сообщество есть в арт-резиденции и мы в следующем году думаем о том чтобы сделать выставку blackout работы я думаю что за лето как раз жители салихарда могут потренироваться и в общем из этого может что-то получится потому что здесь особые смыслы они северные они такие глубокие холодные и это чувствуется в работах учеников том числе почему это нужно попробовать мне кажется это нужно попробовать потому что это открывает ваш творческий потенциал я искренне верю что каждый из нас человек творческий или можно сказать художник в значении того что мы созданы творцами мы всегда что-то делаем и создаем и иногда в суете можем об этом вообще забыть а это очень простой способ он не претендует на какие-то великие открытия не обязательно это где-то выставлять просто что-то для себя как эксперимент как некоторая игра мне кажется что мы все любим играть и это снимается нас некоторую ответственность поэтому игра это то что позволяет нам быть немного детьми мне кажется каждому взрослому хочется хотя бы ненадолго стать ребенком